Вечерние новости Комфортная школа, в городе идет строительство двух школ Подготовка к паводковому сезону На особый контроль было взято более 30 населенных пунктов, подверженных подтоплением Недавно был представлен генеральный план города Семей В нем участки дачного массива Восточный заменили на малоэтажные дома В связи с тем, что земли дачных массивов не узаконены должным образом Жители предложили пересмотреть генеральный план Аким города Нурбом Нурсагатов провел встречу с жителями дачных массивов Много жителей переезжают на дачный массив Восточный Дома можно приобрести по приемлемой цене Поэтому многие строят капитальные дома и оформляют их как дачи На очень густонаселенной территории все еще идет строительство домов Однако есть много людей, которые не успели узаконить свои земельные участки Одна из них Санья Абетова в 2000-х годах, купив по дешевой цене землю Построила особняк площадью 200 квадратных метров Однако имеются некоторые проблемы с документами Когда мы собирались строить этот дом, получили большой кредит Этот кредит мы еще не оплатили, дом продать не можем Ведь неправильно составлены документы, потому что в акте написано садоводческий У большинства домов нет соответствующей документации Подобные проблемы имеются у жителей дачных массивов Население которых сейчас составляет более 20 тысяч человек Потому что эта территория не относится ни к городу, ни к селу Более того, садоводческие товарищества, которые работали ранее, закрылись Согласно Конституции, каждое лицо имеет право на приобретение в частную собственность 10 соток земли Эти 10 соток земли наши, и мы просим легализовать наш дом, который находится на этой земле Страдает все население, проживающее в дачных массивах Восточный, Правый и Левый В поселках Бобровка, Мирный, Водный К слову, у нас на дачном массиве проживает 21 тысяча человек Для развития дачной территории администрация города полностью очистила эти земли И включила в генеральный план строительство новых домов и объектов Но народ решительно выступил против этого проекта Ведь компенсация, предоставляемая жителям, если их дома будут снесены, совсем не оправдывает потери После массового протеста жителей генеральный план решили пересмотреть На 2040 года никакие дома сноситься не будут Но нам нужно создать все необходимые объекты и инфраструктуры Теперь, возможно, министры соответствующие комиссии будут работать над этими дачами И, вероятно, пересмотрят соответствующий закон Но есть строительные нормы и правила, их следует соблюдать Глава города отметил, что до 2040 года эта территория останется зарегистрированной как дачные участки Генеральный план будет пересмотрен и будут внесены изменения Малика Мухтарова, Аслан Ириспаев, Ержан Жакоб, Сирк Нуртаза, Телеканал Семей Национальный проект «Комфортная школа» был принят правительством в 2022 году В рамках реализации послания президента «Справедливое государство» «Единая нация, благополучное общество» Согласно пилотному нацпроекту, в Казахстане в ближайшие два года построят 369 школ на 740 тысяч мест В городе Семей на сегодняшний день идет строительство двух школ В Казахстане с 2023 по 2025 год разрабатывается национальный проект «Комфортная школа» Он направлен на ликвидацию аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране В рамках нацпроекта в городе Семей планируется построить пять учебных заведений В 2023 году было начато строительство школ в микрорайоне Карагайлы на 1200 ученических мест, а также в поселке Водный на 600 ученических мест На втором этапе у нас еще три школы, на следующий год мы будем сдавать это поселок Аксай Также в микрорайоне Карагайлы на 900 мест и в поселке Восточном Особенность комфортных школ, в отличие от общеобразовательных, это в том, что у них площадь застройки на 20% увеличена, а также техническое оснащение увеличено в 4 раза В новых школах будут дополнительные специализированные кабинеты, такие как кабинет робототехники, стем-лаборатория, залы хореографии Учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками и компьютерами. У каждого ученика будет индивидуальный шкафчик Стоит отметить, что в школах будут созданы все условия для детей с особыми потребностями Учебные заведения оборудуют падусами и лифтами Две школы в городе Семей будут введены в эксплуатацию до 1 сентября этого года На данный момент ведется работа с местными исполнительными органами по подведению внешних инженерных сетей Как видите, позади меня объект, уровень первого этажа вышли Сейчас хотим перекрывать плитами и дальше вести ход строительства По ходу строительства работают 6 бригад по 20 человек То есть есть полный ИТР состав, инженерно-технические сотрудники Особое важное сейчас внимание уделяется на то, чтобы мы строили местными материалами То есть казахстанского содержания и местного содержания В основном школа состоит на сегодняшний день из кирпича и из живые изделия Что касается сдадим или не сдадим объект своевременно Это на сегодняшний день, как я сказал, обеспечено полным всем необходимым И имеем полный настрой завершить его в срок А дальше это уже время пока Подрядчики планируют завершить строительство к новому учебному году Значит впереди около 6 месяцев для выполнения поставленных задач А пока мы видим только начало работы Строительство также контролирует назначенные исполняющие обязанности директоров новых школ В настоящее время по пяти школам назначены временно исполняющие обязанности директоров Они избраны в школах, строительство которых началось в 2023 году После ввода в эксплуатацию школ по поручению главы государства Директора будут назначены в рамках проекта кадрового резерва Тысяча лидеров изменений в образовании В настоящее время в кадровом резерве 10 специалистов Из этих 10 специалистов будут назначены уже конкретные директора Напомним, в области Абай до 2025 года в рамках национального проекта Комфортная школа запланировано строительство 11 новых школ 38 зон области Абай могут быть затоплены, если не принять меры предосторожности В рамках противопаводковой кампании проводятся работы по очистке от снега Дорог республиканского областного значения, водных переходов, улиц и дворов В связи с этим проверена готовность техники к весеннему сезону Сегодня 38 зон нашей области находятся под угрозой подтопления В профилактике весенних паводков задействовано 1285 сотрудников личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям 460 единиц техники, 161 мотопомпа и 11 моторных лодок В ходе подготовки параллельно с состоянием техники были проверены запасы горюче-смазочных и инертных материалов В области Абай у нас на сегодня имеется 38 населенных пунктов, которые подвержены риску подтопления По данным населенным пунктам проводится местными исполнительными органами работа по минимизации рисков В мероприятиях включены дорожную карту и планы небезащиты по проведению мероприятий, которые позволят нам снизить риски подтопления в данных населенных пунктах В резерве, в области у нас в резерве имеется более миллиарда тенге на работы, связанные в случае ухудшения обстановки для того, чтобы своевременно отреагировать и принять соответствующий мир По словам начальника департамента, в рамках плана по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весенних паводков 2024 года без аварийного пропуска паводковых вод проводится ряд работ При этом не останутся без внимания и другие районы нашей области На сегодняшний день у нас сегодня в Аксаладском районе уже убывает Группировка, первая группировка, это у нас 15 человек Плавательные средства, мотопомпы, соответствующая техника Для того, чтобы, ну, мы ожидаем, что в Аксаладском районе у нас будут первые склоновые стоки уже в ближайшее время после того, как температура поднимется Ну, положительное значение будет иметь Хочется обратиться к нашим жителям, к жителям области Абай В связи с тем, что у нас выпадает большое количество осадков Мы еще ожидаем большое количество осадков Не оставаться равнодушными, очищать свою территорию от снега своевременно Помогать соседям, которые одиноки Также планируется провести мероприятие по дроблению льда на реке Иртыш в трех районах области В частности, планируется проведение данных работ в городе Семей Бородолихинском и Бескарагайском районах В области Абай полиции был задержан участник преступной группы, находившейся пять лет в розыске за убийство Сотрудниками департамента полиции области Абай с привлечением бойцов в спецподразделение был задержан участник ликвидированной ранее организованной преступной группы Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления В 2019 году в ходе криминальной разборки 40-летний житель города Алматы был убит выстрелом из огнестрельного оружия На этот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки который на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка 27 февраля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Уджарском районе Сотрудниками департамента полиции области Абай при силовой поддержке спецподразделения МВД задержан участник преступной группы подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления При нем изъят боевой пистолет ТТ с патронами задержан и водворен в изолятор временного содержания Этот год полон праздничных дат Об этом на пресс-конференции службы региональных коммуникаций предложил руководитель управления культуры развития языков и архивного дела области Абай Представителям средств массовой информации рассказали о мероприятиях связанных с культурой и языковой политикой которые будут проводиться в 2024 году а также о юбилейных датах 2024 год полон юбилейных дат Казахскому музыкально-драматическому театру имени Абая исполняется 90 лет На сегодняшний день подготовлен план мероприятий по празднованию юбилея В соответствии с ним запланировано издание памятной книги об истории театра Организация в мае международного театрального фестиваля ЕС Аймак Гастрольный тур театра по Татарстану Китайской Народной Республики Также в регионе будут организованы различные мероприятия посвященные нашим землякам, журналистам, поэтам, писателям, публицистам, обаеведам деятелям литературы и искусства, внесшим вклад в развитие культуры В целях увековечивания имен наших деятелей, внесших вклад в развитие культуры и искусства будут организованы различные мероприятия в честь юбилейных дат В этом году исполняется актрисе театра и кино Амини Умерзаковой 105 лет писателю-драматургу-журналисту Каша Футугамбаеву 100 лет писателю-кулеману Женусову 100 лет писателю-публицисту Нургазы Шакееву 95 лет писателю-пикижану Тулегенову 90 лет писателю-исследователю литературы и искусства обаеведу Токену Ибрагимову 85 лет писателю-переводчику Виктору Мироглову 85 лет поэту Ольге Юровской 85 лет певцу-писателю-заслуженному артисту Казахстана Женебеку Карменову 75 лет журналисту Айтканам Ахмедбековой 70 лет Кроме того, в этом году в честь 95-летия казахской певицы Бибигульту Легеновой в областном центре планируется проведение фестиваля в формате Open Air с участием звезд казахстанской эстрады Также разработан план праздничных мероприятий, который состоится в марте В честь Международного женского дня 7 марта в Театре имени Абая состоится торжественное мероприятие – праздничный концерт 8 марта в 16.00 и 18.30 в Театре имени Абая состоится праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра Акима области «Жанна Саунд» В концертной программе прозвучат саундтреки и песни из отечественных и зарубежных кинофильмов В честь праздника на уроз в районных центрах в селах пройдут народные гуляния театрализованные представления, выставки подделок, праздничные концерты, национальные спортивные игры 22 марта на площадях областного центра будет организована праздничная программа а вечером на центральной площади пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрады Малика Мухтарова, Араила Мальханова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей» Современные женщины знают особенности строительных материалов Прекрасная половина человечества умеет строить, красить, штукатурить и работать на кране Женщины на стройке оценивают по их профессиональным качествам Моя коллега Асилий Айдар поговорила с отделочницей, которая работает на стройке более 25 лет Отделочник – это специалист, который придает помещениям красивый и завершенный вид Работа требует высокой квалификации, тщательности, а также является очень сложной, особенно для женщин Однако наша сегодняшняя героиня справляется с этим очень хорошо Как ей это удается, мы сейчас узнаем Героиню сегодняшнего сюжета зовут Ажар Тукмурзина Она участвует в строительстве жилых домов города Семей Ее профессионализм и умение справляться с самыми сложными задачами очень впечатляют Сама женщина отмечает, что отделка – это не просто работа, а ее призвание Я выбрала эту профессию в 1998 году и начинала работать мастером-строителем, отделочницей С тех пор я работаю в строительной отрасли Моя работа очень интересна мне Я очень рада, что выбрала профессию по душе Конечно, она сложная, но очень интересная Нужно учитывать все тонкости и делать все на совесть, то есть качественно Заботливое отношение к качеству и профессионализм – ключевые качества, которые отличают Ажар Тукмурзину Ведь для нее каждый угол, крыша и внутреннее пространство здания – это возможность вложить частичку своей мысли и творчества Нужно больше думать, чтобы качественно все выполнить Чтобы стены, углы, потолки были ровными Я думаю, если человек будет выполнять свою работу аккуратно, то все, абсолютно все у него обязательно получится Я очень критично отношусь к своей работе, потому что нужно выполнить все в срок и красиво Думаю, это главная причина, почему есть спрос на нашу работу Ажар, который уже много лет занимается отделкой помещений, признана как одна из лучших в своей сфере Ее умение точно выполнять любые задачи и внимание к деталям делают ее незаменимы настройки Также ее работа получила высокие оценки как со стороны заказчика, так и со стороны коллег В преддверии весеннего праздника в нашем городе проходят прекрасные мероприятия, ставшие традицией Это Наурез Аруэ-2024 среди студенток педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова В этом году конкурс был организован в Казахском музыкально-драматическом театре имени Абая В семье среди студенток педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова прошел конкурс Наурез Аруэ-2024 Традиционное мероприятие было организовано в театре имени Абая В этом году конкурс был посвящен 120-летию учебного заведения Отметим, что большинство обучающихся в колледже – это девушки Цель мероприятия – сформировать у девушек духовную культуру, знания обычаев и традиции, воспитание в них добросердечности и почтительности Так как у нас много девочек, большое внимание уделяется их воспитанию Это конкурс, который проходит в нашем учебном заведении почти 27 лет Мы сами любим этот конкурс, готовимся очень ответственно Наша цель – воспитать духовно богатых девочек, красивых и изящных как внутренне, так и внешне В конкурсе, состоящем из шести этапов, приняли участие шесть студентов колледжа имени Мухтара Ауэзова В ходе конкурса они пропагандировали характерную для казахской девушки идентичность Кроме того, оценивалось поведение девушек, их вежливость, владение родным языком и риторикой Юные красавицы проявили свое мастерство и удивили многих своими знаниями В самом начале мне предложили поучаствовать в данном конкурсе Я в детстве участвовала в подобном мероприятии Так как это большая сцена, я смогу раскрыть свой талант и приобрести новые навыки, решила принять участие Наша подготовка прошла очень хорошо, на нее нам дали месяц, я ответственно подошла к этому Участница конкурса «Разносторонние личности» студентка второго курса Наргиз Ашимова выделилась среди красавиц Она стала Наурос Аруэ-2024 В целом могу сказать, что я патриот Я хотела попытать свою удачу и донести зрителям, что в нашей стране есть такие красивые, своеобразные девушки Подготовка прошла хорошо, готовились в течение одного месяца Конечно, это большой путь, большой конкурс для нас Я много работала над собой, благодарна учителям, заведующим своего отдела Сплоченность и талант студентов педагогического колледжа имени Мухтара Уэзова в конкурсе Наурос Аруэ-2024 порадовала многих Студенты также оказали поддержку своим сверстницам, участвующим в конкурсе По словам руководства колледжа, конкурс проходил и будет проходить на традиционной основе На этом все, наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»